ребята всем привет сегодня я вам покажу новый каталог wellness вот такой вот он маленький меня про него очень часто спрашивают девчонки в чатах артикул 900 200 у этого каталога ну и что же пойдемте посмотрим что тут есть меня конечно не все товары есть наличие но каталог действительно классный клёвый и информативный и в принципе я им очень даже довольна итак смотрим это у нас получается первая страница потом вот тут вот идет вторая страница можно отсканировать код и узнать больше это здорово да когда у вас но я сейчас во время видео конечно нет сканируя но на самом деле сканируется очень даже просто давайте другой телефон возьму на то есть это мой старенький телефончик сейчас я его сниму с блокировки и мы с вами посмотрим итак включаю камеру вот и навожу и вот он видите веб-страница написано коснитесь да то есть таким вот образом все очень просто я думаю вам наверное было плохо видно то есть наводите просто камеру в просто фотографию и наводите на штрих-код и все давить как просто и конечно же вы переходите и сразу же вас перекидывает именно на сайт видите написано faberlic wellness сейчас он погрузится мне нет подключения к интернету но там у вас все будет замечательно да то есть таким вот образом ну и далее идет первая страничка тут написано что такое продукты wellness это выбор тех кто хочет похудеть комфортно вкусно и реально есть очень хорошие результаты я сама конечно же не особо придерживаюсь питание но иногда когда я чувствую что я допустим в обед переела я на ночь чтобы не растолстеть пьюка наш коктейль на воде и мне все в принципе нравится так как вы видите вот наш элитный директор минус 15 килограмм за два с половиной месяца наш мы андрей бурматиков директор минус 18 килограмм за три месяца результаты конечно же впечатляющие и тут написаны общие рекомендации да как питаться как стараться кушать до 5-6 прием 5-6 приемов в день исключить из своего продукта рациона сахар шоколад мочное фастфуд да и так далее вот обязательно газировку исключить употреблять достаточное количество воды 30 миллилитров на 1 килограмм веса суточная доза вот далее идет стараться чтобы наш последний прием пищи был на 2-3 часа до сна за 2-3 часа так высыпаться обязательно и для улучшения результатов повысить физическую активность ну понятно то что метаболизм он подходит очень быстро к нулю если все время сидеть мыть ничего не делать да как говорится далее значит вот такие вот весы пикок где-то у меня было на них видео скорее всего да я нашла видео в конце этого ролика вставлю видео по весам пикок как мы в них разбирались в принципе весы легкие классные они идут для нас с вами по супер цене в избранном да то есть вы заходите на второй шаг заказа и там вы увидите предложение для вас до индивидуальное вот и мы регулярно там взвешиваемся я взвешивала сначала каждый день потом поняла что если я не займусь спортом то хоть завзвешивайся весы мне в этом не помогут если не помогут похудеть и вот что теперь тут написано да то что в течение всего дня пить и достаточное количество воды и написан примерный рацион как нужно вообще питаться и как увидите питание очень даже вкусное просто ну поменьше всякой ерунды которая портит не только фигуру но и желудок но и сосуды и так далее да то есть нужно обязательно смотреть его значит одна коктейля порция коктейля или супа что она вообще содержит тут очень хорошо расписано то есть этот каталожик вы можете давать людям которые думают купить не купить эту продукцию хотеть с ней худеть или не хотеть с ней я вот однозначно я взяла все я пью все но не регулярно конечно же вот поэтому у меня за все это время было только минус 3 килограмма но факт в том что я не полнею уже круто далее значит одна порция коктейля или супа как вы видите содержит цене от сын и пантотеновая кислота b6 b1 b2 фолиевая кислота биотин b2 b12 калий кальций фосфор магний цинк кремний железо йод селен и хрома пикалинат поэтому классно вот значит что есть вообще в ассортименте есть а4 вкуса коктейлей это получается ну тут нет погодите 5 вкусов коктейли у нас с вами да еще клубничный забыла да то есть и их можно между собой смешивать можно например сделать малиново-ванильный или самородиного малиновый до или смородиного клубничный да мне очень понравилось клубника с шоколадом вот прям вообще и как раз таки я его навела на воде давайте с вами посмотрим то есть в компании фаберлик есть такие вот шейкеры в которых легко наводить так сам шейкер в каталоге я так понимаю не указан но он есть а вот нет вот есть этот шейкер как вы видите он стоит 399 рублей он идет размером 18 на 10 и 500 миллилитров ну вот этим шейкером я уже больше не раз полгода пользуюсь как вы видите немножечко тут все подстерлась но основная информация есть да то есть тут 500 400 300 200 100 на это в миллилитрах показано а тут показано сколько наливать вот 16 вот сейчас мне в руке двойная порция эту порцию в жизнь одному человеку не скушать просто никак не скушать на самом деле когда он новенький он вот такой красивый он идет в такой вот коробочке приходит артикул 119 68 тут все открывается когда вы перемешиваете надо держать обязательно эту крышечку вот значит тут идет сеточка и идет такая вот взбивал очка если я делаю допустим чисто ванильный то сеточка нормально если я делаю клубничный то там крупные кусочки клубника и вот в этой сеточки они застревают поэтому я сеточку убираю закручиваю крышечкой да то есть таким вот образом и держу обязательно держу иначе она откроется и выстрелит и таким образом и таким же образом пью а потом просто уже кладу в получается посудомоечную машину и все как бы никаких проблем нет но посудомойка она агрессивная штука и она вот эти надписи стирает но я думаю нам эти надписи особо не нужны да то есть нам нужны вот эти вот деления ну да кто любит вот прям чтобы все было четко по граммам да то есть вот эти вот деления не нужны я в принципе знаю что самое верхнее деление вот я до сюда налила воды обязательно сначала я налила воды вот да вот видите тут 500 миллилитров и потом я кладу две ложки а того что я хочу я всегда смешиваю муж любит пить чисто ванильный а я смешиваю я люблю шоколад клубника шоколад смородина шоколад малина то есть я вот это все люблю но больше всего шоколад клубнику полюбила смесь и значит открываю тут есть в коктейле мерная ложечка как видите коктейльчик у меня открыт да то есть есть мерная ложечка я ее беру я подцепляю и сверху 1 ложку и потом шоколадного 2 ложку потом я все это закрываю и взбалтываю взбалтываю я ну дай бог если секунд 30 он реально очень хорошо размешивается но ребят тут есть тонкость если вы сначала положите коктейль а потом зальете его водой то может быть у вас тут насохнет снизу сбоку еще как-то дай вот этот слой будет сложно отмыть поэтому сначала воду или молоко а потом это пить его можно и на молоке и на воде можно половину молока половину воды налить еще что-то да то есть я вначале его пила только на молоке но мне нравилось только на молоке но так получилось то что я поняла что если я буду только на молоке пить похудение вообще можно забыть о похудении потому что все таки они созданы на воде и на воде их нужно пить а вот первый стакан после того как я пила очень вкусный но более калорийный продукт понятно что молоко овечь калорийная и калории сразу же прибавляются ну а зачем нам еще плюсом калорий да то есть тут 98 калорий на получается одну порцию 250 мл до 98 калорий он низкокалорийный он очень сытный и зачем разбавлять молоком и я постепенно мне сначала казалось нормально то есть не противно но и не очень вкусно да то есть золотая середина нормально ладно выпью сейчас я так втянулась я так привыкла что я начала пить на воде и мне очень вкусно причем не обязательно его наводить по пропорциям да то есть давайте я вам сейчас покажу что я имею ввиду то есть это уже очень старенький он с нами даже в дорогу ездить на то есть вот он такой вот идет и он видите он прям густущий такой митя он не сильно водяной он густой потому что он со временем набухает он сейчас постоял он набух вы его можете наводить очень жидко то есть вы можете на всю порцию а допустим положить 1 у вас будет два раза два раза жиже нежели вот сейчас да вот это вот консистенция идет сейчас я стакан принесу принесла я ложечку сейчас я быстренько все это уберу и вам покажу консистенцию да то есть вот она такая вот консистенция там это у нас идет вот это вот шейкер сам до который мгновенно смешивать и тут вот идут идет куча ягод в составе и вот он такой вот гусеники для получается вот это на воде конечно на молоке ребят в 10 раз вкуснее на молоке это просто лакомство лакомство для детей лакомство для всех у меня вика видит эти коктейли она верещит прям ей надо давай наливай хочу буду надо вот она у нас как бы девочка плохо говорящая но за такую вкуснятку за этот коктейль да она готова она готова говорить да то есть вот представляете насколько они вообще вкусные вот когда я его вот таким образом наливаю то есть там все процеживается через эту вот сеточку и сюда уже ягодки особо не попадают то есть вот такая вот получается очень вкусная смесь он питательный после него я не хочу кушать долго мне хватает несмотря как я покушала в обед вот честно сказать да как я покушала в обед если я в обед допустим поела очень плотная там первое второе да к примеру там суп с хлебом с луком да я вот очень люблю суп с хлебом с луком и потом я еще допустим покушала там плов или гречу с рыбой да то конечно для меня это плотно это много я объедаюсь этим и вечером мне хватает одной порции коктейля да то есть не хватает я напиваюсь им и я не хочу кушать если же если же я в обед покушала какой-нибудь фигни да грубо говоря булочку съела пироженку да то есть ну вот что-то такое да какие-то быстрые углеводы которые быстро да там дают в кровь какой-то гормон радости и да этот серотонин или как там вот этот и диггер рассказывал нам да александр и диггер наш то конечно же проходит два часа я после обеда я уже голодные да то есть если я вместо супа и второго поела какую-нибудь ерунду если я где-то не вне дома да поэтому я начала брать с собой вот эти вот батончики которых я вам расскажу про все вкусы позже я хочу это видео сделать очень подробным вы можете умножить его на 2 кто устанет смотреть да но я хочу прям выложить все свои ощущения а по итогам ну можно сказать нескольких месяцев того что мы его пьем для меня сейчас на воде было вкусно до этого на воде я не хотела пить вот упрямилась но когда у меня пошел гормональный сбой и я сорок восьмого размера добралась до 52 буквально за месяц кстати за месяц до появления коктейлей как раз я это дело набрала я была в таком шоке что я и на воде начала великолепно пить потому что носить с собой такое количество лишнего веса а я вешу 80 с чем-то килограмм при росте 161 сантиметр мне было очень тяжело да то есть у меня сразу же пошел варикоз сразу начало колотиться сердечко да то есть у меня был сбой я лечилась понимаете я пила таблетки вот когда люди говорят ой вы пополнили глазки жиру затекли еще что-то ребят не всегда человек лежит смотрит потолок и целыми днями обжирается да поэтому он полнеет иногда люди полнеют по каким-то вот причинам добывают какие-то сбои еще что-то да вот поэтому вот так выглядит новый вот так выглядит полугодовой полугодовой старости или как даже сказать да то есть он хорошо закручивается но при перемешке надо держать и начал может открыться и куда улетит туда уже улетит и улетит много густо и прям смачно тогда то есть отмывать потом долго придется не так жалко продукт как непонятно как потом его отмыть эту кучу далее смотрите у нас есть супы и конечно супы они реально вкусные супами я тоже наедаюсь и когда у меня не было возможности в поезд мы брали вот этот вот суп мы его практически съели но все же томатный я вообще ненавижу я ничего томатное вообще не ем не соус томатный не плов с томатом я люблю свежие помидоры кушать я крошу салат там помидоры зелень допустим и лук то вы все знаете наверное что помидоры с огурцами нельзя крошить там какая-то реакция вредная для организма вот и тут получается я взяла вот этот грибной муж грибной не любит дочь грибной не любит а да то есть свекровь грибной тоже сказала ну такое не очень да то есть на его удобно в поезде на воде наводить вот томатный суп есть только свекровь потому что дочки тоже она сказал я томатный не хочу и получается с супами компания фаберлик угодила мне и свекрови ни дочь ни муж их не стали кушать потому что они ждут какие-то новые вкусы потому что ну согласитесь не все едят томатный суп и не все едят грибной суп томатный суп мне показался даже слишком соленый на мой взгляд да то есть вот этот грибной суп его вкусно на мой взгляд его вкусно наводить даже если он на холодной воде сделан да то есть но там в поезде был кулер и я приспокойненько пила этот суп и была в полнейшем восторге от того что мне не надо ходить в вагон ресторан я могу перекусить допустим на ужин вот этим коктейлем и ребенок у меня тоже очень хорошо пила коктейли но мы брали вот это вот долгоиграющее молоко и ребенку мы наводили на молоке на воде она отказалась пить да то есть тут тоже делайте выводы если вы своих детей поете этими коктейлями да то им нужно во первых у меня уменьшать дозировку как сказал наш разработчик wellness индустрия александр эдигер и также уменьшать дозировку и также лучше делать им на молоке чтобы они реально на ели чтобы им реально было вкусно вот такое вот впечатление о супах можно сказать разочарование потому что потому что неужели нельзя сделать побольше но ждем конечно же ждем других вкусов так значит вот таким вот образом насколько хватает пакета если его принимать каждый день как написано можно его использовать вместо завтрака и получается вместо ужина то его хватает на где-то неделю да то есть если мы сможем пили коктейль а значит получается два дня в поезде по порции утром по порции вечером у нас получалось четыре порции в день а тут все-таки написано что он идет на 15 порций ребят ну я могу сказать это вкуснее полезнее и дешевле на мой взгляд да то есть свое мнение никому не навязываю на мой взгляд нежели питаться неизвестно чем всякими там не знаю ну вот мы ехали когда в поезде всякие чакопа и вафли пакеты быстрого приготовления вот это лапша пюрешки вот это вся ерунда просто вот мы почему-то взяли поезд и не посмотрели потому там не было вообще вы представляете вообще не было ресторана вагона я думала мы поедем и будем заказывать завтрак обед и ужин все закажем и нам будут приносить да то есть тем более мы брали купе у нас девочка особенно и в купе с ней конечно же удобнее если она заводит мы купе закрыли вот ну заводит смысле заревет купе закроем и все да то есть и успокоим ее быстренько и никого не будем навесить и там плацкарт да грубо говоря ну и в плацкартах я если честно давно не было вот и тут конечно смотрите очень хороший состав указан и причем этот же состав есть на упаковке коктейля да то есть вот тут тоже все все расписано больше всего меня конечно подкупило то что тут есть конъюгированная линолевая кислота она называется клеа что она делает она помогает сжигать жир и активизирует обмен белков тем самым помогая организму лучше их усваивать то есть получается в коктейле а 53 процента белка актиоксиданты витамины минералы белки жиры углеводы коллаген коллаген содержится да то есть комплекс витаминов минералов и антиоксидантов биотин пищевые волокна пребиотик эмулин улучшает микрофлору кишечника создавая комфортную среду для полезных бактерий да энзимы да бромелайн это улучшает пищеварение способствует быстрому расщеплению и вот это все да вот сейчас я вам сделаю состав так давай-ка давай фокусируйся как плохо так а если так сделать вот да ведь хорошо до фокусируется вот прям можете поставить на паузу почитать да срок годности 12 месяцев с даты изготовления да то есть условия хранения вот как его готовить тоже можете поставить на паузу почитать то есть все подробно и подробнейше да то есть и все вместе вот это вот да мало того что оно вкусно питательно да еще и сжигать жиры ну ребят но шикарно и причем когда я начала пить эти коктейли самое главное весы пикок начали показывать что у меня белок в норме до этого у меня белок был не в норме потому что я не знаю что со мной случилось последний год вообще не могу кушать мясо не могу кушать ни говядину не свинину ничего да то есть и в этом плане мне конечно тяжело когда ну нету белка вот я в принципе кушаю вареные яйца ну и конечно самая вкуснятка скажу вам честно сейчас мы эти я яйца это начали прятать почему начали прятать потому что викуся их может кушать с утра до вечера она может сидеть только на них и ей кроме них ничего не нужно она больше всего конечно же полюбила клубничный шоколадный но они реально самые вкусные тоже на мой взгляд и честно вам сказать больше одного батончика нельзя кушать взрослому в день а это все-таки семилетний ребенок поэтому мы от нее их грубо говоря убираем ждем конечно же пополнение новых вкусов потому что на самом деле кажется вкусов много но все-таки они поднадоедают и хочется еще что-нибудь новенького коктейли то же самое хочется что-нибудь новенького уже да то есть потому что но с другой стороны кажется что тут 5 вкусов но на самом деле вкусов можно сделать огромное количество да то есть взять этот же шоколад он как самостоятельный вкусный да и плюс шоколад клубника это второй вкус шоколад малина это третий вкус шоколад ваниль это четвертый вкус шоколад а к примеру смородина это пятый вкус да и то есть на каждый вкус по 5 вкусов по идее их можно сочетать это тоже очень очень удобно то есть они реально очень вкусно сочетаются друг между другом ну и конечно давайте с вами начнем значит первый батончик у нас с вами идет черника вы знаете они такие вот я думаю кто-нибудь когда-нибудь кушал нац да то никогда не кушал нац и вот тут как раз так давайте-ка я увеличу то он плохо фокусирует да и вот тут как раз идет что-то типа такой же вот ноги да то есть смотрите если я сейчас сожму то она как бы как как жмяка да то есть она немножечко вот таким вот образом тянется до растягивается вот значит черти черника у нас идет с артикулом 15 649 да и тут есть реально такие ягодки чернички и вкус очень даже натуральный кто-то говорит что они через чур сладкие что их много скушать невозможно я наверно соглашусь что они реально через чур сладкие но они не содержат сахара также как вся линейка wellness нереально не содержит сахара тут у нас значит идет шоколадный с артикулом сто пятьдесят шесть сорок пять значит вот он такой вот идет то есть какие то вот тут есть немножечко до кусочки шоколада еще что-то но прям самый самый викин любимый сейчас мы пойдем все вместе чай пить и съедим это все и кстати когда вы их оставляете открытыми час два три верхний слой вот это вот покрывается корочкой начинает засыхать и потом он целиком за сутки может засухнуть практически весь это вот тоже как бы знаете далее значит у нас идет клубника с артикулом сто пятьдесят шесть тридцать шесть тоже очень вкусно в пустых баночках вы у меня их не увидите потому что я сказала нечего до маяться дурью на то есть вот такая вот клубничка они все однотипные да видите мы их сжали и все они так и остаются да то есть они такие вот реально вкусные на предыдущие которые были в компании фаберлик они абсолютно не похожи небо и земля дальше значит это у нас идет малинка с артикулом 156 32 вкусные натуральные яркие ароматы классные тут даже а попадаются малиновые косточки вот в этом вот просто вот шикарно прямо а в клубничном попадаются вот эти вот мелкие клубничные косточки тоже классно этот батончик он идет нежный менее сладкий допустим чем шоколадный и клубничный так это фисташка у нас идет с артикулом сто пятьдесят шесть сорок семь то есть с фисташечкой идет такой вот хорошенький запах у них всех приятный такой кондитерский вкусный сладкий я не могу сказать что особо чувствуются орехи фисташек вот особо вкус фисташек тоже особо нет но это просто вот найти такой есть немножечко но очень так мало заметно но он тоже как бы хорошенький далее значит это у нас идет так вишня и миндаль вишня и миндаль тоже хорошенький такой да то есть ягоды вишни тут попадаются прямо целиком да то есть прям вишневый вишневый я бы вам сказала миндаль тоже особо не почувствовал то есть когда его откусила я еще не почитав аннотацию почувствовала только вишню получается далее банановый банановый значит артикул него идет так 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 сто пятьдесят шесть тридцать три артикул идет так и кокосовый кокосовый что-то я не увидела артикул кокосового тут у меня в книжечке написано это банановый есть кусочки сушеного банана тоже прям насыщенно так здорово так классно вот и кокосовый сейчас я тут вам скажу артикул сто пятьдесят шесть сорок шесть кокосовый он прям такой знаете нежный в меру сладкий более менее классный вот я его сначала назвала своим любимым вкусом но как вы знаете кокосом быстро надоедает и все-таки на постоянной основе я кушаю чернику я кушаю клубнику ну вот до черника клубника и банан самые такие к чему все-таки в итоге начала тянуться рука хотя в самом начале мне показалось самым-самым вкусным это фисташковый и вот этот вот да то есть тут так вот поэтому вкусовые качества меняются особенно у нас у женщин у которых 7 пятниц на неделе да то есть вот такая вот вкуснятка ребят пробуйте аромат конечно стоит очень приятный вот такие вот новинки с 21 процентом белка то есть в каждом батончике соотношение да от каждого батончика 21 процент белка также наши чаи я думаю вы видели по чаям то что мы снимали отдельные про них видео рассказывали про вкусы честно вам скажу вкусы понравились все вот не понравился один вкус но он такой и должен быть потому что он идет антипаразит вот этот вот вот и на последней страничке у нас с вами идет стивия вот такая вот стивия кто-то говорит что она горькая кто-то говорит что она кислая кто-то вот на ю тубе мне кто писал кто-то говорит что она вообще никакой сладости от нее нет ребят есть у на мой взгляд от нее и сладость и все значит она идет в семи каплях всего шесть калорий это натуральная альтернатива концентрированного экстракта стивии да то есть вместо сахара на ней мы печем кладем в чай кладем в кофе она идет такого темного цвета сейчас я быстренько капну крышечки могут быть коричневые могут быть белые на этом на сайте faberlic писали на то есть такая вот жиденькая с таким вот носиком который я чуть не свернула как обычно давайте прям на крышечку накапай да все такая вот она идет можно так сказать как водичка да вот она идет как водичка просто сладкая водичка конечно если ее много накапать может быть она будет давать какую-то сладость но мне на кружку 300 миллилитров на кружку кофе с молоком я кофе пью не хватает двух трех капелек и в принципе ну 4 максимум я больше не хочу честно слово может быть накапать 7 конечно будет невкусно а также хочу сказать что до этого я пользовалась стиви из магазина как-то раз ее покупала я стивию пить не стала она мне не понравилась я ее не захотела она была противная этом стиве мне не противно все-таки есть огромная разница вот можно добавлять не только в чай и кофе но и заменить сахар в приготовлении блюд поэтому если мы с вами сократим употребление сахара особенно у наших с вами детей то дети будут просто намного здоровее с этой стивей мы как-то делали мороженое я показывала в инстаграм нам тоже очень понравилось обычное мороженое потом в блендере взбивали и вот вика у нас прям ложками это мороженое кушала также стиви она идет 300 30 миллилитров артикул 156 77 поэтому она идет на любителя раз уж такие одни разные отзывы да она идет на любителя я рада что мне она зашла как говорится да вот и она еще содержит ряд полезных микроэлементов которые улучшают состояние кожи волос ногтей снижает калорийность блюд поэтому как бы я довольна тем что мне стивя понравилось но я на сахар замах сидела еще за год до того как выпущена была стивя в компании faberlic я перепробовала около шести различных сахар замов и я вам могу сказать что стиви очень достойные замене заменение сахару может быть тот кто никогда не пробовал никаких сахар заменителей и сразу перешел на стивию может быть ему вот и не понравилось потому что мне применение первых сахар замов тоже очень сильно не понравилось которые еще год назад были да и конечно тут хозяин барин как говорится на вкус и цвет товарища нет вот поэтому ребят будьте здоровы живите богата вот живите здорово живите богата а мы уезжаем в видео заканчивается с вами была конного аня рада была вам рассказать полностью свои впечатления спустя несколько месяцев провел нас ну что я могу сказать они положительные единственное сильно отрицательное впечатление это о том что всего лишь два супа и никто у меня не муж не дочь старшие да не стали их кушать вот кушаем только я и свекровь остальные как-то вот не захотели как-то вот отказались вот вначале было когда мы начали переходить на это правильное питание вначале было какой-то вздути живота какой-то вот немножечко изжога было еще что-то потому что продукт новый да то есть вот эти вот все впечатления конечно первые может недели две-три нам не понравились но мы смотрели юлию трат и да то есть и она сказала что это нормально что такое есть потому что вы переходите на новое питание абсолютно вам не ну как сказать с фастфуда перешли на велос понятно что-то будет потом попробуйте свой нас обратно перейти на фастфуд вот как я сидела на по посидела а потом было нечего кушать и я покушала какой-то острый жирный суп и я просто загнулась да мне просто было плохо с этого жирного острого супа я пила что-то я пила мизи амес что я только не пила до амепрозол вот и не действительно было очень плохо с острого супа да потому что вот мы как раз были в гостях на украине я слегла я просто слегла с острого жирного супа поэтому если человек чему-то не привык конечно нужно постепенно водить это питание для себя и понимать то что это не какая-то там химия то что тут идет стопроцентное натуральное содержание да то есть и обязательно нужно понимать то что вы исправляете свое здоровье и исправляю как бы поправляете свое пищеварение и так далее и так далее но и сейчас конечно я обработаю еще видео про весы пикок как мы его с ириной устанавливали да и с ириной переменчиво сейчас она уже открыла статус серебряного директора вместе с моим мужем мучились взвешивались да увидите мои честные показатели еще до того как wellness выпустился да то есть я конечно в шоке была от своего веса но все-таки я вам все покажу как оно есть и вы уже посмотрите ну что ж ребят я думаю что свой запрос ваши запросы по продукту wellness я полностью ответила и еще раз скажу да я сотрудничаю с компанией фаберлик я строю бизнес компанией фаберлик и бизнес я строю довольно таки успешно мы очень хорошо зарабатываем но я не продаю я не продаю продукт и поэтому мне нет смысла врать про этот продукт потому что кому нужно тот сам меня находит тот сам у меня покупать в основном я беру себе только все в дом вот ну все я теперь думаю я точно сказала все что хотела все от души от сердца всем пока пока до встречи с вами в новых видео мы приобрели весы от компании фаберлик в принципе не очень дорогие крутые весы я попросила свою подругу и новоиспеченную директрису которая 100 тысяч получила между прочим да скоро пылесос получит вот мы их решили распечатать они у нее уже есть артикул 156 31 думаешь они будут продаваться да вот такие вот они красивые крутые так и что тут аннотации ничего нет так а они еще в пленке пленку тоже снимаем да здесь вот еще что мне очень понравилось батареечки сразу в комплекте ничего покупать не надо ага это удобно ну давай будем смотреть ты как так как она вот так наверно да нажимаешь а во как давай откроем тушить так пока смотри что можно рассказать они измеряют 11 параметров тела значит вес не знаю видно не видно коробочку коробочку то не видно так тут ты английский да читаешь вес да телесный жир мышечную массу висцеральный жир то есть сколько вокруг органов всего это будет в процентах индекс массы тела так это вот честно не помню что такое количество воды достаточно ли в организме костная масса количество белковой ткани тип телосложения он там напишет крупное среднее какое у тебя еще самое интересное это возраст биологический ну что ты знаешь свой биологический возраст а весы определят сколько тебе по их мнению допустим больше меньше или может быть твой возраст есть о как ну это все вот ну конечно же я хочу 18 конечно и все нет я 17 хочу все эти параметры они будут в мобильном приложении нужно скачать мобильное приложение вот оно так вот называется пикук 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 это как захожу плей-маркет или веб-старь как будто чего и так и рвать вот смотри 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 и мы перейдем в это приложение ага сфотографируем так веб-страница вот вот перешли и пропали установить водное напоминание даже есть смотри-ка прерывистое голодание это вообще как так ну ждем теперь сказать про инструкцию здесь ничего такого у меня особенного не пишут значит кому ну могут быть погрешности при измерениях растущих детей лиц пожилого возраста люди испытывающие озноб из-за простуды пациенты с остеопорозом пациенты с отечностью пациенты с искусственным диализом и лица занимающиеся фитнесом или спортом ну то есть вот когда ты прямо занимаешься и встаешь на весы они могут дать погрешность во время занятий да то есть вот и избегайте использования весов в следующих ситуациях после интенсивных физических упражнений после саны и волны после сильного объединения после употребления большого количества воды или еды то есть рекомендуется взвешиваться в одно и то же время допустим утром проснулась на тощак на тощак до посещения ванной комнаты взвесилась а нет наверно после наверно после надо сходить да сходить и взвеситься вот ну и как правильно измерять вот здесь вот значит у них такие давай покажем эти штуки вот такие пластинки металлические и то есть стопами нужно вставать равномерно вот правильный вариант написан то есть не вверх ни вниз а просто по центру вот так вот не вот так а вот где надпись вот так да здесь будет циферблат ну циферки показывать сейчас мы узнаем страшную тайну сейчас скоро скачается разрешает ну здесь они просят зарегистрироваться можешь с помощью по адресу почты или через фейсбук без разницы фейсбук проще внизу согласна самый лист не стоит ой продолжить как Анна это я через фейсбук делаю угу Анна Кононова далее женщина-мужчина а если я и мужчину буду ну как бы это получается будет у тебя просто твой аккаунт что он на тебя а потом можешь кого хочешь листать так второе октября восемьдесят третий год окей а почему первое второе ок еще рост у тебя просто ой я не знаю 161 по-моему у меня или 162 да 161 ого так вот здесь они просят ну как бы принадлежность к расе получается россия угу чили бразилия далее европеоидные ну там видимо настройки прикольно негроидные латино какой то интересный так вот добавить устройство давай добавляем и сейчас нам нужно умные весы включить нет выбирай умные весы так и фотографии вот на этот квадратик на весах наводим угу о боже мой как интересно так сейчас он добавит новое устройство невозможно распознать пишет вставьте батарею в устройство пишет поставьте весы на ровный пол вот он что против ровный пол а как мы будем сканировать он уже понял что весы не на ровном поле ничего себе какие умные они очень так как такое бывает он просит вайфай угу подключение идет все подключился подключено еще далее для установки связи между весами и вашим аккаунтом необходимо сначала подключить весы к интернету через вайфай ого это как видите пароль а просто пароль вести от вайфай очень умная понимаешь а и весы Вы вообще кто что идет подключение не думает можно заново конечно давай заново что то пошло вообще абсолютно не так Нет, он запустили вот эту стрелочку на заднюю. Выход. Давай снова добавление на оба устройства. Давай все читать инструкцию. Отсканируйте код. Это код с весов. Это вот этот квадратик. Дальше читай, чего они хотели. Вы собираетесь подключить S3. Убедитесь, что подготовились к установке. Вставьте батарею в устройство. Поставьте весы на жесткий ровный пол. Bluetooth Wi-Fi. Как выключить? Готовы к установке. Весы точно включены? Точно. Далее. Поставьте одну ногу на весы и легко надавите. Пока не включится подсветка. Все. Опять дружба. Готово. Модель устройства S3 готова. Значит, нажимаем готово. Установите весы на твердом ровном полу, поскольку в противном случае возникнут погрешности и изменения. Измерение. Особенно не стоит ставить весы на ковер. Далее. Откалибруйте весы перед первым использованием. Что такое откалибруйте? Вот тебя дальше. Без усилия нажмите одной ногой. Без усилия нажмите одной ногой. Нажала. Удерживайте ее в таком положении, пока экран не включится. Снимите ногу и подождите 3 секунды для завершения калибровки. Если переместите или переверняйте весы, вам потребуется выполнить повторный калибров. В общем, откалибровали мы. Снимите носки и встаньте на весы. Симметрично расположив. Ну, с Богом. Так. А, вот так надо. Да, встаем ровно. Так. Переходите к выполнению измерений. Я нажимаю, да? Вот. Здравствуйте, Анна. Так. И все? Он тебя померил, да. И дальше что? Все, вставай, выходи с весов. Сейчас они больше не нужны. Все остальное. Вся информация в приложении. Вот. И все, мне больше ничего не сказали. И вот, смотри, нажимаешь вот сюда. Тридцать. Телесный жир. Мама. Это все твои показатели, он тебе расскажет. Допустим, вот, смотри, нажимаешь вес тела. Высокий. Сколько при твоем росте должна быть норма? Сколько ниже нормы? Сколько для тебя идеальный вес? Вес, который вам нужно сбросить 24,8. Ну, слушай, не так и критично. Так. Если здесь все, ну, и каждый параметр можно так почитать. Так. Телесный жир. И он тут тебе все расскажет. Сколько у тебя, сколько идеально, сколько у тебя лишнего. Угу. 12 килограмм лишнего жира. Дальше мышцы. Так. Вот сколько тебе, видишь, что у тебя сколько мало? Тебе надо пойти подкачаться. Угу. В качалку. В качалку срочно. Да. Дальше. Индекс висцерального жира. Опасный. Да. Точно. Что такое висцеральный? Вокруг органов. А, внутри. Ага. Так. Это скорость основного обмена веществ. То есть вот у тебя сейчас, тебе посчитали, что 1475 килокалорий, это у тебя, ну, минимум, да, сколько тебе нужно съедать, чтобы ты, ну, ходить передвигаться могла. Ну, предлагаю тебе, видишь, 1549, 1622, стандартный МТ, ага, вам нужно 1000. Ну, то есть тебе надо разогнать свой метаболизм до такого уровня, чтобы у тебя вот столько калорий было, ты где-то едал. Угу. Тогда у тебя будет... Понятно. Вода. Ой-ой-ой. А что, я сегодня стаканов пять выпила? Ну, вот, видишь, мало. Угу-гу. Ну, уже близко нормальный талорий. Угу. Угу. Процент содержания белка тоже уже скоро нормальный. Ой-ой-ой. Угу, больше белка. Ой-ой-ой. Так. Кости. Кости. Костей-то у тебя, матушка, мало. А что, куда мне кости-то делись? Куда мне кости делись? Так. Скелетные мышцы. Надо качать. Одуреть. Так, ИМРТ. Сильное ожирение. Снежа, привет. Привет, снимай носки, вставай. Привет. Нет, я что, на всю страну позориться должна? А вдруг у тебя идеальный, понимаешь? У меня есть это... У меня мини-кир не сделано. И что? У меня тоже. Сипенка идет. Ну и что? Так, смотри, чтобы снять... Подожди, подожди, нам надо тебя туда завести. Ты еще... А, завести надо? Да, вот смотри, вот видишь, Анна Кононова, нажимай там вверху. Вот треугольничек. Анна Кононова. И вот добавить пользователя. И вот сейчас, ну, пишешь... Можно фотографию добавить, можно чуху. Женщина. Окей. Какой? Так, имя. Пиши Снежа. Снежана, как хочешь. Снежана. Сохранить. День рождения. Так, Снежана. Снежана, сколько у тебя рост? Снежана, сколько у тебя рост? Угу. Окей. Этническая принадлежность. Кто у нас? Ты европеоидный этнос, моголоидный этнос, латиноамериканский этнос, негроидный этнос. Наверное, негроидный. Подтвердить. Так, полженщина, все, сохраняю тебя. Ну, вставай. Мне даже страшно. Вот так встаем. Вот так, да. Три-четыре. Все, уходи. Я сейчас ты плачу. Нажимай вот на вот эту вот штучку. А, вот это, да? Так, вес тела 60, телесно-живое, у нее меньше. У тебя всего три параметра критичных, а это я сейчас начну. А остальное ты прям ля-ля. А остальное ты прям ля-ля. Посмотри. Это что? Снежа, ты ля-ля. Это все в норме. Кроме трех параметров. Да, тебе только сказали, что ты жир трест. У меня жировая, подкожно-жировая, да. Ну, у тебя... Ну, это надо килограмм. 1,6 кг тебе сказали скинуть. Так, теперь... Это для здоровья. Теперь я вбиваю мужа. Да, точно так же. Так. Так, Ирина, не могу выйти. А, Снежана. Да. И добавь нового. А, наконного. Нет, нет, добавь нового. А, как ты говорила, если я сейчас на себя зайду, то он поймет, что это не я? Ну, вот смотри, ты даже можешь... Ну, Кантон, встань. Он поймет, что это не я? Он просто не весит, и все. А сюда тебе информация не передастся. То есть у Антона просто будет информация. А, смотрите, умный. Не хочет. Никого не определить. Здравствуйте, у тебя на колонне встаньте на весы, а муж-то стоит. Смотри-ка, какой, а. Ишь еще. Ладно, добавить пользователя. Пол-мужчина. Слушай, у меня мужчина не ставится. Двигай там, листаньте. А, во, мужчина. Так, имя. Имя. Антон. Антон. Сохранить. Так, день рождения. Двадцать семь. Где ты мой мартовский код? Март. Антон, тысяча девятьсот восемьдесят семь, да? Да. Окей. Так, рост у тебя сто восемьдесят пять. Окей. Так, этническая принадлежность. Мне вот это почему-то прикалывает. Зачем это надо? Ну, видишь, может, у разных рас там по-разному. Угу. Сохраняю. Отлично. Ну, все, Антон Евгеньевич, встаем на весы. Или надо было отсюда выйти, может быть? Угу. Тебе, наверное, вот на эту вот анализировать. А, вот. Надо было нажимать, да? Сто шестнадцать и три. Так, нажимаю. Все, Антон, ты свободен. У тебя даже два паразит разеления. У тебя процент содержания белка отлично. Он мяско-то не убит. Кости у тебя хорошо все. Так, скелетных мышц плохо, вода плохо. По калориям. Ко-оп. Это что, калории? Скорость основного обмена веществ. Угу. То есть надо тоже метаболизм бревгенетин. Угу. Индекс висцерального жира 16. В общем-то, да. Высокий. Близок к критичному. Ну и сколько им еще сбросить? А, вот. Сколько сбросить надо. Вес, который нужно сбросить, 26,3. У нас с тобой одинаково. Старайтесь. Ну, мы прям с тобой одинаково вредно кушаем. Угу. Идеально. Так. Телесный жир. Ожирение. Сбросить надо 19,5. Так. Мышцы. Ой. Надо нам с тобой обои. Висцерального жира опасный. Это внутренний, который на органах. Так. Сколько скинуть, не показывает. Так. Вода. Ты вообще очень сильно недостаточно пьешь. У меня близко очень к зеленому было. Батулочка не ведите. Скелетные мышцы. Угу. В общем, вот такой вот аппарат. Если вы хотите расстроиться, приобретайте себе. Вот компания Фаберик. Угу. Ну, смотри. Сейчас, допустим, уже тебе не надо там никого выбирать. Тебя или Антона. У него встали на весы. И он сам, ну, если к Wi-Fi подключен, телефончик, все, он тебе передаст туда. Обалдеет систему. Нам просто встать, не включая программу. Не включая программу, можно вставать. И у тебя вот здесь, вот видишь, у тебя сегодня было одно измерение, да? Дальше здесь появится вторая строчка, третья, четвертая. И еще самое интересное, вот здесь потом вы будете нажимать кнопочку «анализировать». Ну, сейчас пока нечего анализировать, то есть он будет показывать в динамике, что, допустим, у тебя хуже, лучше стало, да? И еще он очень интересно пишет, например, если масса тела же уменьшается, может уменьшаться вода, может уменьшаться жир, может уменьшаться мышечная масса. И он вам будет про это писать, что, допустим, вы на правильном пути, там, у вас масса тела там осталась, допустим, та же самая, но процент жира уменьшился там на столько-то, ну, там, процентов или килограмм. То есть продолжайте в том же духе, то есть вы жирок теряете, а мышечную массу наращиваете. В общем, вот этой кнопочкой «анализировать» пользуйтесь. И плюс здесь еще можно, вот смотри, если нажмешь «я», нажимай на «я», можно добавить замеры тела. То есть это вручную, допустим, нажимаешь «добавить» сантиметровой ленточкой. У меня сегодня как раз. И можно все записать, и тоже, допустим, фиксировать в определенном промежутке. Это уже вручную. Это вручную, да. Ну да, а как вам тебе, как тебе весы твои объемы? Это просто, как бы, тоже вам для информации. Значит, они слишком умные весы. Так, весы, мы у вас разочарованы. Почему вы нас не можете смирить лентой, да? Так, ну все, ну все, здорово. Следите за прогрессом. Да, будем следить. Пока расстроены.